В Прохладинском районе прошла Рождественская елка. В последний день перед завершением новогодних зимних каникул 250 детишек из сел и из Таниц пригласили во дворец культуры. Именно для них представители местной администрации, это сотрудники Управления культуры, образования, отдела по делам молодежи и спорту, подготовили яркое театрализованное представление. Подробности у нашего специального корреспондента Сафара Гириева. Я пришел к вам, друзья, чтобы веселиться. Рождество, Новый год с вами я встречаю, и улыбки в смех с вами разделяю. Нарядно украшенная новогодняя елка и парящие под потолком снежинки встречали в воднике ребятню из сельских поселений района. Дети из малоимущих семей приглашение на праздник получили первыми. А глава Прохладинской райадминистрации Александр Василенко по такому случаю даже решил попробовать себя в роли Деда Мороза. Правда, бороду примерять не стал. С его пожеланиями началось представление. Этот праздник отмечают с большим энтузиазмом и удовольствием. И все конфессии, все люди, которые живут в нашей республике, все народы, национальности поддерживают этот праздник. И как бы одна республика, которая у нас есть, даже, пожалуй, на сером Калказе, где так воедино слились, столько религий. Каждого малыша шутками встречали задорные ведущие и сказочные персонажи. Впрочем, гости праздника ничуть не уступали артистам. Такого многообразия костюмов никто не ожидал. Порхали волшебные бабочки, искрились морозные узоры и маскарадные маски. Все дети в новогодних костюмах веселятся. Всякие герои разные. И елка. Нарядные костюмы все радостные. Мне понравилось тут Дед Мороз и Снегурочка. Приглашением в настоящую сказку стало и оформление самой сцены. Свои лучшие номера дарили сверстникам юные солисты районных домов культуры и ансамблей «Конфетный дом, радуга, улыбка». Идут годы, сменяются поколения. Одни традиции забываются, другие возникают. Но ни с чем не сравнимое ощущение именно рождественского праздника остается таким же, как и сто лет назад. И этот праздник детишкам запомнится надолго. Тепло и идущее от сердца поздравления, подарки, елочные украшения, изготовленные своими руками, народные обычаи, традиционные песни, игры и, естественно, забота старших. Вот это самое главное. Это и есть продолжение доброго и светлого. Театрализованное представление и на сцене ДК, и у рождественской елки в фойе вызвало бурю аплодисментов и эмоций. Развлекательную программу постарались подготовить так, чтобы задействовать всех гостей загадками и веселыми конкурсами. Ну а чувствовать себя спокойно и комфортно на протяжении всего праздника детям помогали волонтеры из молодежных организаций района. Сафар Гириев, Анатолий Гирико. Вести Кабардино-Балкария.